Здравствуйте! Меня зовут Ватутин Денис Алексеевич. Я представитель школы Анастасии Александровны Паршиной, преподаватель. И вот в частности представляю студию керамики «Альконост», которая в нашей школе имеется. И мало того, что хотелось бы показать, конечно, работы, хотелось бы прокомментировать, потому что работы эти замечательные. То есть это копии каменной резьбы двух соборов наших русских, причем соборы необычные сами по себе. Если кто-то слышал, есть такой собор замечательный, называется Георгиевский храм, который стоит в Юрьевпольском, и во Владимире храм Дмитриевский. Храм Дмитриевский был построен в конце 12 века, если не изменяет память, году в 97, по-моему, уже. А в Юрьевпольском Георгиевский был построен уже в 13 веке, в 34 году, то есть за несколько лет, буквально до пришествия монгольского ига на Русь, до пришествия монголов. То есть это, можно сказать, последние представители домонгольской культуры Руси. В чем здесь есть необычность? Эти храмы строились при таком достаточно серьезном участии византийских мастеров. Естественно, с традиции каменного зодчества на Русь пришли из Византии. Но, как всегда, конечно же, русская культура сумела встроиться и здесь, потому что, несмотря на то, что у нас каменных традиций на Руси такого зодчества не было, конечно, наши мастера смогли привнести туда свое, а именно, элементы работы по дереву, потому что на Руси как раз, Русь как раз славилась именно работой своей с деревом. Искусство было очень сильно развитое, поэтому в каменных работах это все, можно сказать, синтезировалось. В этих соборах каменная резьба, которая здесь представлена керамическими копиями, она крайне необычна. То есть здесь сплав как раз современной на тот момент византийской культуры и русской традиции еще более древней, то есть, пожалуй, даже дохристианской. Вот, поэтому эти соборы, у них такая необычная и удивительная резьба. Это керамика, это авторские изделия, исключительно авторские изделия. И почему я упомянул о соборах, здесь есть тот самый момент, который придает некую народность, некую традицию, хотя изделия абсолютно современные. То есть это как бы выглядели народные изделия керамического промысла, как бы они выглядели сейчас, в наше время. Поэтому здесь можно обратить внимание на наручную небрежность линий. То есть этим подчеркивается, как сейчас принято выражаться, модная такая вещь, хендмейт. То есть ручная работа здесь всячески показана, что вот, видите, допустим, неровная чашка, хотя, в общем, нет никаких проблем сделать ее ровной, да, но тогда не будет той свежести, той необычности и народного духа, как вот получается здесь. Вот здесь примитивные такие наивные украшения, орнаменты, все это призвано для того, чтобы подчеркнуть именно вот этот вот какой-то дух артельности, дух ручного труда. Вот. И какой-то народный стиль, соответственно. Ну, вот здесь вообще в народные ручные формы вплетены некие даже бионические текстуры, то есть вот такие пятнышки, издалека напоминающие просто какое-то, в общем, может, морское существо. Вот. То есть здесь тоже поиск идет авторских, в авторских работах, но везде вот эта вот наручная ручная небрежность, она оставлена.